Накануне светлого праздника Рождества Христова приход Казанской иконы Божьей Матери в тёплом стане ожидало радостное событие. На церковь был торжественно поднят и установлен крест. Это знаменует окончание строительства, и поэтому очень скоро прихожане будут молиться уже в новом храме. Подробности в нашем следующем сюжете. В этот день прихожане Казанского прихода впервые переступили порог нового храма на улице Островитянова, строившегося с весны прошлого года в рамках программы возведения двухсот церквей в отдалённых районах Москвы. Накануне крест был доставлен на стройплощадку и установлен в храме перед тем местом, где в будущем будут царские врата. Ровно в час дня отец Александр Зорин, настоятель нового прихода, начал торжественное богослужение. Впервые под сводами храма прозвучали слова молитвы. Еще во время строительства у храма сложился большой и дружный приход. В таком густонаселённом московском районе, как Тёплый Стан, до сегодняшнего дня не было ни одной действующей церкви. Местные жители с радостью встретили вести о начале строительства храма и усердно молились об успешном завершении благого дела. И, наконец, этот радостный момент наступил. Сегодня радостное событие, сегодня долгожданный день. Весь приход ждал, когда это совершится, воздвигнется крест, и все радостно к нему готовились. И это такой этап очень значительный. Через некоторое время храм уже начнет действовать, и все прихожане, и все близлежащие дома, люди, в которых проживают, все с радостью будут ходить в этот храм, поскольку он близок, он необыкновенно красив, и он просто к себе влечет, можно сказать, всех нас. И многие об этом разговаривают, многие говорят о том, что, наконец, это событие совершилось. Теперь, когда строительство храма практически завершено, основные работы сосредоточатся на отделке и внутреннем убранстве. Отец Александр Зорин, настоятель нового прихода, рассказал нам о проекте будущего иконостаса. Проект мы сейчас уточняем. Он будет в древнерусском стиле. Резной иконостас. Я надеюсь, что мы его покрасим в три цвета. Это золотой и цвет голубой богородичный, и цвет пасхальный красный. Вот будем, постараемся использовать эти три цвета, чтобы иконостас вышел в таком радостном стиле. Приход уже приобрел часть утвари, необходимой для свершения богослужений, но все еще нуждается в помощи. Тем более, что храм еще не обрел свой голос. Продолжается сбор средств на приобретение колоколов. Оказать посильную помощь новому приходу можно в том числе на сайте 200храмов.ру